Всем доброго дня! В эфире программа Маскульт. Я и ведущая Ксения Шабаева. И интересный факт из мира кинематографа. Знали ли вы, что все актеры фильма «Интервью с вампиром» были обязаны висеть вниз с головой в течение целых 30 минут, чтобы им могли нанести правильный грим? Таким образом, их кровь приливала к голове, и кровеносные сосуды начинали сильно выступать на лице. Используя это, гримеры создавали действительно жутких на вид вампиров. Кроме этого, процесс мог повторяться несколько раз, потому что вены на лице быстро обретали естественную форму. В ближайшие несколько минут вы узнаете, какими культурными событиями была и будет наполнена жизнь нашего города. Начнем с киноновинок. На этот раз хочу порекомендовать вам к просмотру не три фильма, а целых пять. Подборку кинолент, стартующих в прокате 14 ноября. Смотрите далее. Первый в списке «Форд против Феррари». Фильм основан на реальной истории противостояния двух автогигантов. «Форд» в 60-е годы стремился разработать машину, которая смогла бы победить итальянские тачки на гонках. Главной роль исполнил могучий дуэт Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла. «Хороший лжец» – еще одна шикарная кинокартина со звездами Голливуда. Хелен Миррен и Инном Маккелленом. По сюжету профессиональный мошенник в преклонном возрасте решает провернуть напоследок простое, но прибыльное дело – очаровать и обчистить пожилую вдову. Но, получив доступ ко всем ее ресурсам, ловит себя на мысли, что, кажется, она ему не безразлична. Далее по списку перезапуск культовой франшизы конца 90-х о великолепной троице «Ангелы Чарли». Это история о новом поколении шпионок, работающих под прикрытием на международное агентство «Таунсен». Девушкам-агентам поручают достать разработку опаснейшего оружия, попавшего в руки гангстеров. Обратить внимание стоит и на картину «Грех» Андрея Кончаловского. Лента повествует об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонаротти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Кстати, фильм полностью снят в Италии, в частности, в городе Карара, где добывают знаменитый карарский мрамор, с которым работал мастер. И напоследок анимационный фильм «Стражи Арктики». В Зверополюсе власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие «Стражи Арктики». Три дня подряд на сцене русского драматического театра имени Бестужева будет царить сказка «Странствий». Это самый масштабный спектакль театра. 111 персонажей и столько же костюмов, 16 мест действия, таинственный город, металлический лес, райский город на спине дракона, башня-замка над облаками, город чумы, дворец Горгона и еще десяток удивительных локаций. Не менее завораживающим будет и само действие. На сцене зрителей ждут огнедышащий дракон и даже полет на летательном аппарате. С головой погрузиться в философскую притчу о дружбе изобретателя Орландо и девочке Марты можно будет уже совсем скоро. 22 ноября – полседьмого вечера, а 23 и 24 ноября – 18.00. Телефон для справок 23 50 10. А вот 29 ноября приходите на комедию-шутку, созданную по мотивам пьесы «Смерть Тарелкина». По сюжету главный герой запутался в собственных долгах. И чтобы избавиться от назойливых кредиторов, а заодно и путем шантажа выманить круглую сумму у своего начальника, он инсценирует собственную смерть. Все, что происходит на глазах у зрителя – страшная сказка, абсурд которой заключается как раз в том, что это суровая реальность. Пьеса начнется в 18.30. Оперные дивы Ольга Жигмитова, Лариса Соковикова, Нина Дименштейн и австрийская певица Марина Лопес объединятся в квартет «Молния» и дадут потрясающий концерт. В программе прозвучат арии зарубежных композиторов, русские романсы, испанские и мексиканские песни под аккомпанемент концертного русского оркестра «Взгик» «За Байкалье» под управлением Олега Огнева. Концерт назначен на 17 ноября в 5 часов вечера. Место проведения – Бурятский театр драмы имени Хацана Мсараева. Телефон для справок 21-32-24. А теперь резко перенесемся от классической музыки к бардовскому творчеству. Московский проект «Бардвагон» подготовил для вас концерт «Туристские песни бардов», где прозвучит около 30 композиций. «Бригантина», «Милая моя», «За Туманом» и многие-многие другие. Кстати, зрители могут не только послушать любимые песни, но и сами исполнить их. Так тексты композиции будут проецироваться на экране. Коллектив «Бардвагон» в Лануде выступает уже не первый раз и вновь ждет любимых зрителей в КТЦ «Феникс» 2 декабря в 18.30. Буквально на следующий день Бурятская филармония презентует концерт грузинского хора «Ибери». Все мы знаем про славленную грузинскую кухню, грузинское вино и их горячее гостеприимство. Но гордятся грузины не только этим. Их национальное уникальное многоголосие комиссия ЮНЕСКО признала нематериальным шедевром мирового культурного наследия. А хор «Ибери» — это, можно сказать, миссионеры грузинской полифонии. В репертуаре коллектива есть уникальные аранжировки песен из всех регионов Грузии, редкие языческие мелодии, духовное песнопение, а также городской фольклор. Приходите на концерт «Ибери» 3 декабря в 7 вечера в Русский драматический театр. Тувинское камнерезное искусство в художественном музее имени Санпилова. В необыкновенной выставке «Сокровища времен» представлены скульптуры снежных барсов, сорлыков, лошадей, горных козлов, искусно вырезанных из альгаматолита и серпентинита. Несмотря на свои небольшие размеры, эти произведения отличаются монументальностью. Декоративно-прикладное искусство тувинских мастеров впитало в себя художественные традиции многих кочевых народов Евразии и сформировало собственный язык. Увидеть «Сокровища времен» можно будет буквально до 1 декабря. Справки по телефонам 21 44 88 21 43 93. Заодно в художественном музее обратите внимание на выставку «Малые голландцы». Свою коллекцию голландской живописи 17-19 веков музею предоставила Приморская государственная картинная галерея. Здесь и портреты, батальные и бытовые сцены, анималистические пейзажные картины, натюрморты. Особенно интересны введенные в моду голландскими художниками морской пейзаж и жанровая живопись с выраженными комическими интонациями. Голландское искусство этого периода отличается реалистичностью и стремлением художников передать неповторимый колорит жизни своего народа, создавшего первое в мире буржуазное государство. В музее истории Бурятии имени Хангалова каждый желающий может посмотреть уникальный буддийский памятник «Атлас тибетской медицины». Памятник представляет иллюстрации к тибетскому медицинскому трактату 17 века «Голубой берил». Листы «Атласа» являлись наглядным материалом для хувораков, то есть послушников. По нему изучали кровопускание, иглоукалывание, учились собирать травы и готовить по рецептуре лекарства. Внешне это комплект из 76 листов, выполненных в форме танка, написанных на тонком льняном полотне фабричного производства. Отмечу, что время выставки ограниченное только до конца года. Успевайте! Также в музее истории Бурятии к 100-летнему юбилею российской археологии открылась эксклюзивная выставка «Гунны империи степей». Экспозиция посвящена народу-основателю первого степного государства, которое противостояло единодержаве объединенных китайских земель. На выставке впервые широкой публике представили детали захороненной колесницы с фрагментами ее красочного тента, а также новые находки из Иволгинского городища. Справки по телефону 21 4008. А у меня на этом все. Выбирайте самое лучшее и раскрашивайте повседневную жизнь в яркие цвета. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok